Всем привет! Привет! Добро пожаловать на наш канал! С вами, как всегда, Таня и Илья. Сегодня мы продолжаем играть в мачу-кором наследие. И у нас вторая партия. Если вы хотите увидеть первую партию, мы там рассказываем правила. Вплывёт подсказочка. Ознакомьтесь. А у нас на колоде наследие написано, когда вы будете готовы начать игру номер два. А мы готовы. Попросите победителя предыдущей игры. А победитель предыдущей игры это я. Да? Перевернуть эту карту и прочитать вслух текст на обратной стороне. Илья, пожалуйста, переверни. Прочитайте. Хорошо. Глава 2. Волшебные самоцветы. Добывая в горах золото, шахтёры обнаружили самоцветы. Похоже, это не просто драгоценные камни. Они ещё и приносят удачу. Однако добраться до них нелегко. Так что вам придётся построить горную железную дорогу до месторождения. Кому теперь нужно это золото? Да начнётся самоцветная лихорадка. Меж тем производство на заводах наладилось. И местные жители обратили свой взор в сторону моря. Пора бы обзавестись и гаванью. Если в горах спрятаны такие сокровища, представьте только, что могут скрывать окрестные воды. Откройте таинственный набор номер один. Прочитайте вслух текст следующих трёх карт в порядке их появления в колоде. Давай, тащи коробку, будем открывать. Вот он. Таинственный набор номер один. Открываем. Класс. Наклеечки, новые компоненты. Это уже радует. Я так понимаю, их можно высыпать. Ну, пока не высыпают. Класс. Круто, да? Так, давай, в сторону, наверное, пока. Вот нам сейчас объяснят, что тут и как. Использование самоцветов. В начале каждой игры каждый участник берёт из банка следующее количество самоцветов. Одно по умолчанию. То есть, один самоцвет каждый получает. Так, и плюс один за каждое отмеченное месторождение самоцветов на своём планшете. Вот, наверное, вот здесь мы их будем отмечать. Так, обозначенная наклейкой или заштрихованной ячейкой. В свой ход вы можете после броска кубиков потратить один самоцвет, чтобы перебросить их. Прикольно. Перебросить. Да, да. Вы можете таким образом перебрасывать кубики сколько угодно раз, пока у вас хватает самоцветов. Закончив перебрасывать кубики, продолжите ваш ход по обычным правилам. В конце каждой игры все участники возвращают все неиспользованные самоцветы в банк. Если в банке закончатся самоцветы, вы можете использовать любые подходящие предметы в качестве замены. Ну, и это напоминание. Тратишь самоцвет, перебрасываешь. Добавьте эту карту в колоду новых правил. Где у нас колода новых правил? Нет у нас колода. Ну, я здесь положу. Дальше. Строительство железнодорожных дорог. В свой ход вы можете в качестве действия построить железную дорогу. Для этого возьмите маркер и обведите сторону одной из маленьких треугольных ячеек горы, изображенных пунктирным линиям в правой части вашего планшета города. То есть, вот у нас можно одну пунктирную линию. Хоп. Зачеркнуть правильно. Для этого возьмите маркер и обведите сторону одной из маленьких треугольных ячеек. Вот, маленькая треугольная ячейка, одну сторону проводим. В свой ход можешь один раз. Если при строительстве железной дороги вы замыкаете треугольные ячейки, то есть, раз, два, три, то есть, три раза нужно так сделать. Все три ее стороны введены маркером. Наклейте на нее наклейку месторождения самоцветов. И возьмите из банка один самоцвет. Если вы одним действием замыкаете две ячейки наклеим, так возьмите два самоцвета. Понятно. Наклеив хотя бы одну наклейку месторождения самоцветов в текущей игре, вы больше не сможете выполнять действие строительства железных дорог до конца этой игры, то есть, именно этой партии. То есть, одну наклейку в партию ты можешь наклеить. Но ты наклеила наклейку, и уже следующую партию ты будешь начинать с двумя самоцветами. Один по умолчанию дается самоцвет, и второй за наклейку. То есть, ну, как бы уже в следующую партию у тебя будут два переброса. Примечание. Если вы хотите сохранить возможность повторного прохождения кампании, вы можете отмечать месторождение без наклеек. Это понятно. Встретимся от железных дорог. Добавьте эту карту в колобду новых правил. Ну, то есть, понятно. Так, свой ход вы можете в качестве действия построить железную дорогу. То есть, у нас появляется новое действие. Бросок двух кубиков. С этого момента вы можете выбирать, сколько кубиков бросать в свой ход. Один или два. Типа мы вокзал построили, он уже остался у нас навсегда. Когда вы бросаете два кубика, складывайте выпавшие на них значения и, получившись в сумме, определяйте эффект, какие предприятия срабатывают. Если вы бросили два кубика и решили использовать самоцветы, вы должны перебросить оба кубика. При этом вы по-прежнему тратите только один самоцвет. Ну, прикольно, что не нужно воплотить, приобретать это. Ну, да, 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 все. Один два кубика. Блокзал уже есть. Так, это ваша новая карта памятка. Перемените ее и положите рядом с вашим планшетом города. Порвите вашу предыдущую карту памятки или уберите ее в архив, если планируете переигрывать компанию. Ну, это, по-моему, мы просто уберем в архив. Конечно, да. Конечно же уберем в архив. Уберем в архив. Так, это тоже в архив. Памятка игрока. Все не изменилось. Так, а вот, бросьте один-два кубика, вы можете использовать самоцветы, понятно, и вы можете выполнить одно из следующих действий. Построить предприятие, понятно, и построить железную дорогу. То есть, помнишь, как ты в первой игре пасовала? Теперь можно не пасовать. То есть, если ты хочешь подкопить денежек, чтобы не тратить попусту ход, ты можешь провести одну линию. Да. Заход. Три раза пасанула, грубо говоря, заход. Все, уже до следующих уход у тебя есть два переброса. Так, ну давай по самоцвету выдадим. Там было сказано тебе и мне. Мне зелененький, тебе красненький. Все, памятник мы кладем рядом. Все, с этим понятно. Теперь Вокзал. Один раз вход, вы можете потратить один самоцвет, чтобы взять три монеты из банка. А, самоцветы можно еще и на деньги менять, оказывается. Так, вокзал, вокзал. Куда отходится? Вокзал, наверное, сюда отходится. Вокзал. Гавань у нас появляется. Теперь начните игру 2. Первым делом отход победить предыдущие игры. После окончания игры 2 попросите победителя вернуть эту карту и прочитать слух текст на обратной стороне. Все, мы в принципе готовы. А, это наклеечки для каждого. Правильно? Тут есть и зелененькие, и красненькие, и синенькие. Хорошо. Все. Так, мы выбрали два предприятия из трех. У нас была доступна пекарня. Ну, я не выбрал пекарню, Таня тоже не выбрала. Мы начинаем с завода. Никому не нужна пекарня. Да, и гавань у нас уже теперь есть достопримечательность. Немедленно возьмите три самоцвета из банка. Неплохо. И, напоминаем, в прошлой игре мы выбрали лыжная база. У нас новое предприятие доступно. Если мы купим, если выпадет троечка, возьмите одну монету у игрока, бросившего кубик. Будем воровать монеты у друг друга. Так, вокзал у нас должен быть справа. Так как Б, В, Г смещаются достопримечательности. И вокзал становится уже 25. Вот так будет правильно. Про это в правилах не написано, но, я думаю, логически понятно, что Б, В, Г. Они должны идти по уходу на порядку. Все. Все. Я хожу первым. Поехали. Я могу выбирать. Ну, я, конечно же, бросаю один кубик. Шесть. Ничего не срабатывает у меня. Я покупаю себе пекарню. Ходи. Два. Два. Да, пекарня как заняла. Да, да, да. Вот так вот, со старта, короче, да? Лыжнюю базу. Хорошо. Пять. Завод, возьмите две монеты из банка. У меня тоже две монеты. О, о. И за четверочку я себе куплю лес. Один. Один. Пошеничное поле. Давай пекарню. Давай. Так, я хожу. Один. Пошеничное поле. О, пшеничное поле. Да, бери монетку. Ну, я, наверное, еще одну пшеничное поле себе куплю. Сразу же. Один. Три. Ого, мы пекарни. Так, у тебя улыжной базы нет? Да. Я беру монетку. Так. Наверное, лес. Вот так. Нет. Тебе можно так. Так, четыре монеты. Четыре. Хорошо. Один. У меня два. Две монеты для меня. Так, ну, пожалуй, что мы возьмем? Пекареньку возьмем. Ходи. Четыре. Лес. Марика. 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 Давай пекарню. Хорошо. Шесть. Ничего не срабатывает. И я заберу, пожалуй, последнюю пекарню. Вот так вот. Шесть. Шесть. Что тут за единичку? Два. Пшеничное поле. Пожалуйста. Шесть. Три шестерки подряд. Обалдеть. Тоже куплю пекарничное поле. Три. Троечка. Две монеты. Ну, неплохо. Так. Наверное, мебель не возьму. Попробуем. Две монеты. Так. Я хочу. Единичка. Отлично. Три монеты. Три монеты. Три монеты. Три. 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 Так. Ну, возьмем нужную базу. Пожалуйста. Будет. Не помешает нам. Четыре. Жди раз. Срабатывает. А, монета. И я приобретаю лисий. Блок. Угу. Три монеты. Хорошо. Шесть. Видишь. Так. Я, пожалуй, пасую. Ну, не пасую, а выполняю действия. Построить железную дорогу. И вот строить здесь вот. Вот это. Один. Один. Две монеты. Протектовый. О, пошла ты. Я смотрю, что это вообще уже разогналось. Угу. Так, я хожу. Двоечка. Вот так вот. Это три монеты. Раз. Два. Три. И, пожалуй, построю достопримечательность. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь пекарня мне будет приносить по две монетки. Цветочный магазин. Один. Два. Два. Две монеты. Медреные. Пекарня мне приносит шесть. 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 И я за троечку покупаю лиси лук. О, пошла жара. Рискну. Шесть. Ну, лиси лук. Шесть. Да, лиси лук. Так, я, наверное... Я бланирую сад. Три монеты. Хорошо. Так, я одну монетку бросаю. Кубик. Шесть. Три. Я не три монеты получаю, а четыре. Так, я беру одну монету и сразу же вместо трех строю еще один лиси лук. Хоп. Вся, два кубика. Давай. Один. Класс. Возьмите две монеты за каждую... Классу. За каждую пшеничную поле. Да. И за яму лиси лук. И за три. То есть, шесть монет. Да, четыре, шесть. Ну, вроде бы, больше нет. Шесть монет. Наверное, надо золотой прииск брать. Думаешь? Да. Ну, попробуй. За шестерочку-то. Все. Четыре. Лес. На моем этом? Да. И за троечку я беру еще один лиси лук. Пожалуй, возьму. Ну, ты можешь перебросить, кстати, ты не забывай. Ну, да, что-то как-то... Как-то так. Да, пожалуйста, потрачу. И переброс. Возьм. Ты даже курс, да? Возьм, отец, да? Так, за каждую шестеренку. Три монеты за каждую шестеренку. Это у меня золотой прииск. Потом завод, потом лес. Это шесть монет. Нет, три за каждую, да? Это... У меня же мили. Это девять, а у чая их две. Восемнадцать монет. Все. Выиграла, считай. Одним броском. Ну, три монеты из банка. За каждую шестеренку у тебя их третий, то есть девять. И две таких карты, это восемнадцать. Фонтан. Фонтан. То есть, если семерочка выпадет. Дубль. То есть, самосвет не нужен. Нет, если выпала семерка. Ну, и сделать ход. Еще один ход. То есть, ты получаешь доход за семерку, за золотой прииск. Делаешь еще один ход. То есть, можешь... Десять. Пятнадцать. Пятнадцать. Хорошо. Так, мой ход. Четверочка. Залез одну монетку, получаю. Монетка. И я, пожалуй, пасану. Ну, не пасану, а построю железную дорогу. Еще одну. Таким нужно, чтобы следующий раунд начать с двумя самоцветами. Красавим, два. Ой-ой-ой-ой. Все доброе. Понятно, кто-то победил. Так, восемнадцать. Да, да. Как мне нравится, мебельная фабрика. Так. Одну, источный монозин. Источный монозин. За пятерочку. Ходим. Угу. Так, один кубик. Это шесть. Вот, отлично. Вот и на нашей улице праздник. Шестерочка. Я вместо трех получаю по четыре монеты. И это двенадцать. Десять, одиннадцать, двенадцать. Отлично. Так. Что мы купим? Что мы купим? Я, пожалуй, куплю еще один. Источный монозин. Так, вот. Один. Опять два. Ну давай. Одиннадцать. Одиннадцать. Две монеты за каждый колосок. У тебя три колоска. Это шесть монет ты получаешь. Да. Да. Не там густо. Но тоже нормально. Так. Я, пожалуй, пасулю. Угу. Ну не пасуешь, а строю железную дорогу. Хорошо. Я хожу так. Я бы салоний кубик. Два. О, отлично. Два. Шесть тоже монеточек. Шесть монет. Шесть монет. Шесть монет. Так, ну я тоже строю. Достраиваю свою железную дорогу. Вот так. И что я делаю? Так, давайте еще раз уточним. Так. Отлично. Ту, наверное. Да. Если при устроительной дороге вы замкнут треугольник. Так, наклейте на нее наклейки. Место рождения самоцветов. Возьмите из банка один самоцвет. Если вы так понятно. Наклеим хотя бы эту наклейку. Место рождения самоцветов в текущей игре. Вы больше не сможете выполнять действие строительства железных дорог до конца этой партии. Так, ну давай зелененькую наклеим. Я клею наклеечку. Сразу же драме самоцвета. Получить. Все. Ходи. Девы нету. Так, ну это я разменяю. Раз, два, три, четыре, пять. О, смотри, уже 25. Можешь внести вклад туда. Да, да, да. И немедленно возьмите три сна цвета из банка. Нихило как. Еще три переброса. 25. Это мне типа флажок, да? Да, 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 да. Ты внесла вклад. Все помните. И беру три сна цвета. Прикольно. Я могу перебраться? Да. Супер. Все, мой ход. Двоечка. Суперский. Так, беру шесть монет. Шесть монет. Шесть монет, шесть монет. Что мне? 22. Ну, возьму пшеничное поле, пожалуйста. Так, ходи. Так. Все, я, все, короче. Уберешь три монеты из банка. Три монеты. И у тебя срабатывает. Фонтан. Еще один ход делаешь. Да. Да, да. Пять. Пять. Ну, тебе тоже фрутануло? У тебя же и слез. Да, у меня есть лес, да. Но мы этого делать... А, все ясно. Будем? Последних копеек лишаешь. Тратица в отцвет. Хорошо. Пять, ну, все-таки не слезы. А, а можно еще вас? Ну, да, там же не было сказанных. То есть, сколько хочешь. Так, и перебрасывай. Ну, все, дай ты мне уже две монеты. Еще можно? Нет. Ну, две монеты, что жалко, что ли? И что? Две монеты за забот. Так, под... А, так лес. Я беру еще одну монету. Я забыл. Залез, да? Залез, да? Залез, да? Залез, да? Залез, да? Так, я, наверное, пасую. Ну, ты же хочешь наклеечку, как у меня, да? Да. Хорошо. Так, мой ход. Один. Раз, два, три, четыре. Так, сладенько. Четыре монеты беру из банка. Мне достаточно. Две монеты? И за 25 я тоже вношу вклад и беру три самоцвета. Ну, давай мне любые опенцы. Зелененьких не так-то и много. Так, нам всех же игроков. Да? Ну, хорошо. Что-то у меня их много. Ладно, давай, поехали. Четыре. Четыре. Переброс. Ну, хорошо. Все, последний? Да. Все, ну, удачно, да, блин. Так, раз, два, четыре. И еще раз ходишь. Все, ты получил три монеты, еще раз скидай. И фонтан мне дает шесть. Шесть, шесть. И силук. И силук. Так, у меня магазин построен. Да, цветочный магазин улучшает. Четыре монеты. Четыре монеты. Давай я одну отдам. Угу. Давайте возьмем. Все, что строишь? А, так. Железную дорогу. Молодец, так. Короче, тоже. Наклеечку. Вот есть красненькая, пожалуйста. Конечно, я же думаю, у нас будущее. Да. Ну все, уже в этом ходу желез дороги строить нельзя. Да? Ходи. Да? Хорошо. Так, бросаю кубик. Два. Ну, в принципе, неплохо. Шесть монет. Нормально. Все, уходи. А я ничего не получаю. Да. А нет, ты же самоцвет получаешь, кстати. Как только ты клеишь, ты получаешь самоцвет. Да-да-да. Два. Трачу. Трачу. Вот, ты к 4 взял. Ты-то считай, можете уже хватить. Примечательно. Нет. Что-то что-то что-то. Шесть. Ну, я только одиннадцать. Семь. Ну, в принципе, удачно. Ну, за пиками получила бы 4 монеты, это 3. Но еще один ход. Поменяю, что-то было проще. Три монеты. Так. Три, четыре, пять. Три, четыре. Три, четыре, пять. О, все, десяточку. Три, десять. О, и все. Так, и фонтан не дубляет. Девять. Да, и мне. Всего лишь, да? Ну, ты близка, короче, близка. К победе. Так, ну меня спасет только шестерочка. Наверное. Единичка. Так, подожди. А, а, а. Подожди, перебрасывай. Двоечка. Но это уже получше будет. Вот, вытепили, улезли, лисе лук. Шесть монет, да, да, да. А, может, все-таки на шестерку не хочешь? Ну, в следующем ходу, может, как бы. Так, ну, и у меня пятнадцать, я построил фонтан тоже. Один. Неплохо. Три. Угу. Еще один ход. Одной монеты. Шесть. Три монеты. Четыре. А, ну да, да. Ну, все, ты строишь. Молодец. Четыре. Четыре пять. Вот, у меня есть все, 25, я строю. Вокзал? Ну, да, да. Все? Трамп-тампам. Трамп-тампам. Так, после окончания игрок-2 попросите победителя перевернуть эту карту и прочитать вслух. Читаю вслух, что там написано. И вот гавань построена, и местные морские обитатели уже резвятся в прибрежных водах острова. В горах появляются новые шахты, улицы ваших городов пестрят цветочными букетами, а луна как была из камня, так она и осталась. Жизнь продолжается. Горожане начали строить корабли для исследования окрестных вод. Многие жители решили стать рыбаками, но нашлись и те, кто выбрал скользкую дорожку пиратства. Разыграются все этапы, описанные в разделе «Конец игры». Буклет отправил. Ну давай, разыграем. Так, сначала тебя на доску подсчет отнесем. Оу. Так. Ух ты, Silent Hill, биллусер. Да. То есть я еще так себе мэр, не так себе, да? Да, да. Так, уберите в архив карты достопримечательности острова, после которой участие должны были вносить вклад. Так, убираем. В архив. Так, уберите в архив крайнюю левую карту достопримечательности, спланшета, города, каждого игрока. Отсосточный магазин уходит. Так, возьмите четыре следующие карты, колоды, наследие. Бери четыре. Так, цветочный магазин. Наверное, улучшенный, да? Да. Это стартовая карта, с которой мы можем начать по одной, на тебе, красненькую двое. То есть теперь ты уже будешь из четырех карт выбирать, с какой стартовать. Так, возьмите следующие пять карт, когда наследие. Это новая карта, предприятие резерв, они двухсторонние. Победитель выбирает. А или Б. Пять карт. О, красненькие. Сколько пять карт, да? Да, да. Семь. Ну, я напомню, урбатский баркас был. Был, 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 да. Что он дает? Шестерочка. И возьмите одну монету из банка. Вход любого игрока. А на обратной стороне? Пиратский. Корабль. Возьмите две монеты у игрока. Ага. Бросившего кубики. Убережки. Давай пиратский корабль. А, так, ну, давай отметим точечкой. Вот так вот. На каждой карте. Чтоб не забыть. Вот у нас красная пополняется, короче, в резерве. Так, дальше. Каждый игрок играет в личный фонд все свои карты и ценности города. Но это понятно. И достопримечательности. Восстановите резерв. Ну, это в следующей партии. Восстановите банк. Все, теперь мы можем начать новую игру. Ну, это уже будет в следующем видео. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Если были какие-то замечания, тоже напишите. Пишите. Ставьте палец вверх. Спасибо за внимание. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok